Итак, встреча Владимира Путина и Барака Обамы, за которой следил без привлечения весь мир, состоялась. И главный ее итог. У России и США, несмотря на все нынешние сложности, есть возможность работать сообща. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без телекамер, но после о том, что обсуждали, Владимир Путин рассказал журналистам. Сирия, Украина. Удалось ли найти общий язык? Из Нью-Йорка Анатолий Лазарев. Встреча, о которой еще недавно говорили, как и невозможной, в итоге продолжалась вдвое дольше запланированного. Полтора часа вместо пятидесяти минут. Формально на российской территории, в так называемой русской комнате, рядом с залом Совбеза ООН. Но чтобы американская сторона не чувствовала себя ущемленной, правила для прессы позволили устанавливать ей. Именно поэтому с самих переговоров Владимира Путина и Барака Обамы есть только фотографии. Американцы наотрез отказались спускать видеокамеры, даже ради нескольких секунд протокольной съемки. О ходе встречи по ее окончании журналистам рассказал сам президент России. Что касается сегодняшней встречи, она была очень полезной. И, что особенно приятно, она была очень откровенной. Мне кажется, что и наши американские партнеры достаточно ясно изложились в позицию по очень многим вопросам, в том числе и по урегулированию ситуации на Украине, и по сирийской проблематике, вообще по Ближневосточной. Действительно, у нас, как ни странно, очень много совпадающих точек и мнений по всем этим вопросам. Есть и расхождения, над которыми мы договорились вместе работать. И надеюсь, что эта работа будет конструктивнее. Владимир Путин не исключил, что Россия может принять участие в авиаударах по позициям террористов в Сирии, но лишь при полном соблюдении международного права, то есть только при наличии мандата Совбезоон или просьбы официального Дамаска. А не так, как западная коалиция действует сейчас. Мы думаем на тему о том, что мы могли бы сделать дополнительно для того, чтобы поддержать тех, кто реально в поле, что называется, оказывает сопротивление и воюет с террористами, в том числе с ИГИЛ. А таких немного. На территории Сирии это, прежде всего, сирийская армия и подразделения курдского ополчения, как я уже говорил в своем выступлении. Хочу подчеркнуть, что полагаем, что вот эта работа по борьбе с террором должна идти параллельно с процессами политического характера самой Сирии. Но ни о каких наземных операциях, участия российских воинских подразделений в наземных операциях речи не идет и идти не может. До последнего момента было неизвестно, в каком формате пройдут переговоры Путина и Обама один на один или при участии членов делегаций. Когда выяснилось, что в расширенном составе, стало понятно, разговор будет детальным. В отличие от Владимира Путина, президент Обама не стал встречаться с прессой после переговоров, поэтому журналистам пока приходится довольствоваться лишь утечками от членов американской делегации. По их словам, главный камень прескновений в сирийском вопросе это будущее президента Башара Асада. Вашингтон настаивает на том, что законно избранный руководитель Сирии должен быть отстранен от власти. Москва же с этим категорически не согласна. Из тех же источников известно, что из полутора часов переговоров президенты половину времени обсуждали сирийский кризис, половину украинский. Президент Обама считает, что минские договоренности по Украине можно реализовать за несколько месяцев. Что касается возможности наиболее активного участия Соединённых Штатов в регулировании конфликта на Украине, то Соединённые Штаты и так достаточно активно в этом участвуют, хотя это и не выдвигается на передний план, так как работа России, Франции или Федеративной Республики Германия в рамках так называемого нормандского формата. Тем не менее, Соединённые Штаты, они в известной степени стоят и за спиной киевских властей, они в постоянном контакте с европейцами. Но и у нас между Россией и Соединёнными Штатами налажен хороший деловой контакт по линии Министерств иностранных дел и Госдепа на постоянной основе. Но и сегодняшние консультации показали, что наши американские коллеги в материале целиком и полностью, и, конечно, влияют на этот процесс. Антироссийские санкции и попытки изолировать Россию оказались неэффективными, считает Путин. И как подтверждение тому, тот ажиотаж, который вызвал его появление на заседании Генассамблеи ООН. Владимира Путина приветствовали. Многие хотели пожать ему руку. Некоторые даже просили сфотографироваться на память. Президент не отказывал. По окончании всех мероприятий Путина спросили, как он отреагировал на демарш украинской стороны. Ведь Петр Порошенко вместе со всей делегацией Украины покинул зал заседаний, когда начал выступать президент России. Во-первых, я никогда не перехожу на личности. Никогда. Потому что практика и опыт показывают, что личные контакты всегда могут пригодиться для решения межгосударственных отношений, в решении вопросов, в которых заинтересованы миллионы людей. Поэтому личные амбиции лучше оставить про себя, про запас. Это первое. Второе, я не заметил, что президент Украины не присутствовал на моей речи. В-третьих, мне, в принципе, это было не очень важно, чтобы присутствовали все без исключения, тем более те, кому это неинтересно. Не было в тот момент в зале и президента Обамы. Он ушел на двусторонние встречи сразу после своего выступления. Позже главы России и США встретятся на ланче у Генсека ООН Пангимуна и даже поднимут бокалы. Но до прежних доверительных отношений еще далеко. Отношения между Россией и Соединенными Штатами, к сожалению, находятся на достаточно низком уровне. Это все понятно и без моих комментариев. Но это не наша инициатива понизить отношения между Россией и США до такого уровня. Это позиция наших американских партнеров. Хорошо это или плохо? Думаю, что плохо и для двухсторонних отношений, и для мировых дел. Но такой был выбор сделан Соединенными Штатами. Мы всегда готовы к развитию отношений, к восстановлению их в полном объеме. И напоследок журналисты решили узнать, кто же все-таки был инициатором двусторонней встречи – Россия или США. До этого стороны давали противоречивые комментарии. Путин сказал, предложение встретиться прислали из Белого дома. Москва не стала отказывать и выбрала дату и время. Анатолий Лазарев, Жанна Галакова, Дмитрий Вишневой, Борис Леонов. Первый канал. США.